Дранскому монастырю принадлежат пещеры и подземные ходы. У края холма под собором, со стороны реки Малый Кадор, расположен вход в подземелье. Подземный ход представляет собой темный коридор с нишами в стенах. Один из ходов ведет в здание собора. К сожалению, эта пещера, с точки зрения археологии, вообще истории, очень мало изучена. И вокруг него всегда в простонародье, и в наше время, и в древности было очень много мифов, разного рода мифов. Я не думаю, что это какое-то серьезное отношение к этому имеет, но полагаю, что, видимо, учитывая древность самого собора, древность самого монастыря, пещеры использовались, может быть, и даже в политических, и во время военных событий, и непосредственно церковных. О последнем факторе говорит то, что даже в 19 веке, когда монастырь возродился заново, здесь в пещерах был устроен храм. Вот внутри, мы сейчас находимся внутри этих пещер, и здесь даже при входе видно, что разные направления, которые, видимо, несли разные функциональные значения, что в дальнейшем требует, конечно, более серьезной проработки, потому что, собственно говоря, я ничего пока в этой области специально изученных каких-то материалов где не встречал. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Вообще славилась Абхазия кольчугами, даже в 19 веке писали об этом, но почему-то наши пишут все, что кольчуги здесь и вообще вооружение были не такого качества, как на всем Кавказии. Вот есть такой флопрод, который пишет, что лучшие кольчуги изготовлены в Абхазии, даже в 19 веке. После установления советской власти монастырские земли были переданы колхозам, а жилые помещения монастыря предоставлены под административные учреждения. Он был закрыт. Часть монастыря было превращено в тюрьму. Вот за моей спиной находится как раз одно из зданий. Это не просто бывшее монастырское здание, жилое или хозяйственное. Это храм. Второй храм монастырский, построенный в конце 19 в начале 20 века. И сейчас там располагается тюрьма. Остальные корпуса монастырские были заняты под детскую зону. То есть здесь для трудных детей был большой интернат. Они построили еще дополнительно один корпус большой. Все остальные монастырские здания были оборудованы, переоборудованы для тех, кто здесь содержался. Конечно, не только, наверное, с точки зрения христианства и церкви, вообще понимания святости и святыни, но вообще, наверное, с точки зрения просто человеческой. Эти вещи несовместимы. Храм, монастырские кельи и тюрьма. Величественное сооружение 6 века, Дранский собор, потрясает наше воображение своей грандиозностью замысла. К сожалению, он малоизучен. Быть может, при серьезном исследовании он еще раскроет нам свои неизведанные тайны. Субтитры создавал DimaTorzok